В полевых условиях, поэтому с интернетом бывают легкие дропчики. Сорянчик, но вот раунд нам пришлось пропустить, тем не менее, как бы ничего особо не изменилось. В историческом плане ренегейцы как были на коне, так они в принципе и остались. Это когда-то ренегейцы обыграли Ликвидов. И замечательный мем, когда ковбой, который является логотипом коллектива ренегейц, скачет на жидкой лошадке, которая является логотипом Ликвид. Загуглить. Поэтому, ну это к слову просто, о том, что они на коне. Все, заработало, все окей. Sorry, еще раз, но я не могу это фиксить, это вообще не от меня зависит. Вот такой вот у меня провайдер. Делает паузы в передаче мне интернет. Ладно, смотрим, что будет здесь. Как бы экономика настолько крепкая, что даже опять-таки АВП появляется у Саважа, но ни разу оно особо не помогло. Исход раунда ни разу, как это было в предыдущем БО-3 противостоянии, не решило. Поехало, все. Всем еще раз здрасте, друзья. Для тех, кто только лишь просыпается этим прекрасным, я надеюсь, солнечным у вас и морозным утром. И включается в эту трансляцию. Здрасте. Мы смотрим с вами уже решающий матч. Уже он за путевку, и команда, победившая в этом БО-3, уже поедет на предквалификацию в Атланту. То есть практически шаги от того, чтобы знать крутыми, знаменитыми парнями. Хотя, в принципе, и те, и другие по миру уже известны, и некие досвершения у них имеются. Ну а пока очередной раунд в атаке, очередной раунд неудачный в защите. Все примерно по одному и тому же сценарию развивается. Или агрессируют Сайберзена, и их отсекают звеньями, или беззвеньями, или сольные выпады. Или же просто-напросто ничего не могут сделать опорники. Один остается адвент против двоих, против полутора человек, если говорить по состоянию здоровья этих двух товарищей. Ну а у самого тут и на одну десятую особо не хватает ХП. Поэтому всего лишь 7% здоровья и дорогостоящая снайперская винтовка подсказывает ему верный путь решения этой проблемы. Называется этот путь просто-напросто сейф. Ну вот, позиция агрессивненькая, и промахивается, хотя выстрелил первым, и был у него шанс. Где-то в районе промежутка между плечом и шеей пролетела его пуля у соперника, и тот первым точным попаданием нейтрализует его. 12-1, какой-то разгром подъехал, австралийцы вот даже не то чтобы на коне, уже топчут этим конем своих китайских оппонентов. Мало того, что находится на нем, так и просто и гу-го. Эх, ну печально на самом-то деле видеть. Очень хочется, чтобы, наверное, сейберзен поборолись на нюке, но вот шанс у них будет. Кстати, тот шанс, который Тайлу не использовали, а именно правило миноров и мажоров. Если выбираете карту, то соперник выбирает сторону. На нюке это приоритетно, это очень важно. Ого, 3 АВП. 3 АВП это, конечно, хорошо, но если раунд будет отдаваться, а потом сейберзен и камбэкнут за атаку, то у меня бы, допустим, как у тренера или менеджера команды возникли серьезные вопросы к этому решению. Хотя все прекрасно знают, что можно и в 5 АВП играть. А, ну тут все понятно. Тут просто 3 АВП брали, чтобы попрострелить в ворота. Кстати, это приносит небольшой, но тем не менее, результат. Но вы понимаете, что тут цель должна оправдывать средства. То есть, закупив 3 АВП и стреляя просто против голых пистолетов с одним армоном. Вот как бы и вся придумка сейберзен. Они врываются на мисс. Один размен дают. Трофейный калашников крутится, как белка, просто-напросто в колесе. Еще один минус выдает адвент. Лоули поддержал своего уже погибшего тиммейта. Ну и савиком на руках сотые ХП, пистолет, перевес. Нужно только лишь понимание. Только лишь таймингов и четкого понимания дальнейшего развития событий от атаки ему не хватает. Хотя, уже все, он понял. И вопрос, куда будет ставиться бомба. Бомба, кстати, ставится, ну так себе, на дефолт, на позиции закрытые. В планте, наверное, было бы более адекватно поставить ее под зигзаг. Но вот ждали ловли именно с самой короткой дистанции, до последнего момента. Только лишь поэтому туда бомбы и не ставилось. Поставили за испанский, ну тоже неплохо на самом-то деле. Тут бы, если бы что-то более-менее автоматически стреляющее было у ловли, то, может быть, это бы даже до планта и дошел. Какую-нибудь карусель мутную закрутил. И, возможно, бы даже одного убил. И там бы поборолся со вторым. Ну, а так как понимает, что просто-напросто на него никто не лезет под его авик. И довольно пассивно отыгрывает оппоненты. То будет сейвить очередной. Но эти сейвы абсолютно ни к чему не приводят. То есть, это вот, я не знаю, как. Сосать леденцы от кашля. Кашель на некоторый момент у вас исчезнет. Но саму причину, да, вирусное заболевание вы не вылечите. И здесь и таймауты в этом плане не помогают. Как антидот такой, да. То есть, брали уже. И в этой половине лимит таймаутов у команды Сайберзена щерпан. Они могут только лишь следующее взять два. Но насколько длинно это будет вторая половина, серьезный вопрос. Если ни одного раунда, а он уже последний остается. И только лишь один еще могут себе в копилку давать Сайберзена не возьмут. То, ну, вот просто вот все вот так вот будет. То есть, тут уже даже прилетка подъезжает. Много никто в направлении шьет, но левее. А теперь правее. А теперь левее. Но, тем не менее, прострелом, кстати, Рикки все-таки одного надамажил. Добивает этого товарища АВП. Ну, и опять-таки, раунд, пусть и на девайсах, но начинается с минуса. Почему-то скакали, как, я не знаю, зайчики на утреннике Сайберзена на меду. Хотя слышали прекрасно, что гремит плетка. И вот эти пропрыги, пусть и попрокинутые смоки. Ну, что там, хотели поймать под авик Саваджа. Но Савадж, опять-таки, свой авик не реализует на энтрифраг. Достаточно для того, чтобы первыми остаться в большинстве против соперников. Только лишь размен. Подъезжает. Убивают у нас у Стила. Но настолько расслабленно играют Ренегейтс. И настолько, наверное, засела в их головах мысль о том, что даже если отдадут мысль, что отдадут этот второй раунд... Отличный комментарий. Если лечиться, то проболеешь 7 дней, а если не лечиться, то неделю. Да, ну и что? Ко встрече... Ко встрече делегации, проходящей по лонгу, в принципе, китайцы готовы. Стрельба, наконец-таки, адвент не подводит. А стреливаются сразу на минус 2. Уже вдвоем австроитель. Ну, в принципе, что хотели, на то и напарываются. Хотя, тем не менее, размениваются для себя преимущества. По-прежнему Жо Кинга не ждут в лонг. Шедевральный антитайминг ловит ДжКС. И, тем не менее, попадает сопернику в голову. Минус Жо Кинг, минус раунд, 14-1. Разгром, и вот там уже, понимаете, стучат по крышке гроба. И серьезный плач доносится, потому как китайцев, ну, абсолютно незаметно. И, ну, я не знаю, закапывать пора ли не пора. Но, с другой стороны, на самом деле, вот в матче подобного уровня, наверное, даже будет плюсом. В какой-то момент, возможно, Сайберзены поняли, что они эту карту отпускают. Просто по накатанной уже доигрывали этот деф. Ну, по крайней мере, меньше моральных сил и психологических они потратят. А это, ну, отнимает, если не такое, наверное, даже большее количество, там, калорий и всего остального. Это уж точно умственная деятельность. Вот эти все нервы. Моментально делают вас уставшим. А уставшим приходить на карту соперника нюк за сильную сторону не стоит. Ну, как бы, сторона располагает на то, чтобы камбэкнуть на второй и перейти на карту миража. Хотя, вот, если, наверное, анализировать все-таки... Ой, а что анализировать? Тут просто ренегейтс неудержимо. Изи, Р3 главы в этом раунде. С распилом, кстати, один там получил тиммейт, ассист. Но, а что дальше делать? Бомба окей под контролем. Но тут тебе опасается, что будет повторная контрагрессия и маленькое китайское кладбище на зигзаге. Ну, вот, как-то по одному. Тиби попытался, потом, точнее, Саваж сначала попытался, потом Тиби попытался. Все эти попытки приводят к серьезной потере здоровья. Но серьезная потеря здоровья, в принципе, есть и у ренегейтс. Главное, кто тут будет более меткий и более быстрый. Тут уже такая, знаете... Действительно, дуэль ковбоев. Правда, Глок снимает по 11 хп, но юспыта чуть побольше. Но это если не будут попадать в голову. Если в голову, то, в принципе, шансы абсолютно равноценные. Пошел проход от Саважа. Кстати, тег у него, он тут может заторкать. Это уже серьезная ударная сила. Ну и, кстати, отличная позиция. Просто GKS. GKS сейчас будет снимать двоих оппонентов. Вот, скорее всего. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Да ладно, нет, одного патрона не попадает, господи! Один попал, но этого не хватает. А вот второго оппонента уже выбивает с первой пули. Ну и что? Даблкил в концовке этого раунда так и происходит. GKS берет 15-й раунд для своего коллектива. И это маппоет на карте соперника, на карте даст-2. А это была единственная надежда, на самом деле, китайцев. Это одна из двух карт, которые они вообще выигрывали в истории противостояния у австралийцев. Когда все закончилось со счетом 16-12. Каблстоун в расчет не беру, потому что, ну, после того, как они уже выигрывали Каблстоун, уже и проигрывали несколько раз Каблстоуну. Поэтому тут не рискнули. Себерзена прибегать к помощи этой карты. Вот решили сражаться на дасте. Как видим, это решение, в общем, не совсем оправдано. Если у вас действительно чего-то серьезного нет, и это, если не ваша действительно сигнатурная карта, то вот так вот наобум рандомно играть против команды фаворита в этой игре, наверное, не стоило бы. Но, с другой стороны, вот, сейверзенов особого выхода не было на это БО-3. Китайцев, невидимые пистолеты. Но это атаковое Гоу-ТВ, а тут, как бы, вообще не от нас зависит. Причем даже впилили в Гоу-ТВ и вот плашку, цис-минор и... Ой, цис, прошу прощения, азия-минор и логотипа спонсоров. Это... Все передается из... Из оттуда. Так, ну и что? С первой попытки 16-й раунд, или все-таки помучаемся, поиграем? Пока что бомба поставлена в 4-м, кстати. Ну, естественное и очевидное решение, что деньги не что, жажда все. Здесь закупились на все, что было. Два девайса по-прежнему. Ретейк по-прежнему может завершиться удачей. Ну, и остается последний адвент. Ну, гигантская дистанция. Да, бомба под него, но у него МП-7. А-а-а! Бомба стоит на углу! Он тупо не видит. Он вообще ничего не видит. Если у него была бы снайперка, то, возможно, локоток бы он увидел. Ну, а так, счет 16-1 на ренегейцы просто не почувствовали своих соперников. Они на коне, и китайцев просто вот потоптали. Серьезно, жестко, красавчики, молодцы. Ну, а мы с вами, друзья-товарищи, уходим на паузу, которая, я надеюсь, не будет продолжительной. В ожидании второй карты это будет очередной нюк на этом азиатском миноре, который действительно стоит дождаться, действительно стоит посмотреть. Интересно, что приготовила очередная австралийская команда на очередной нюк. Видели, что у Атлетика раунды есть. Видели, что у Сайберзен раунды есть. Ну, вот как одно на другое наложится, нить другие не испугались момента выбора этого самого нюка. Это значит, что они готовы. Ну, вот только лишь, что Сайберзены будут начинать уже с имеющейся проигранной картой этот нюк. Ну, а ренегейцы и го-го. Пока что ведут. В этом БО-3. Напомню, что, кстати, это БО-3 уже за первую квоту на преквалификацию на мажор в Атланте, который будет в январе 2017 года. Проводить его будет Е-лига. Давайте отдохнем и совсем скоро вернемся для того, чтобы посмотреть, чем это все дело закончится.